День открытых дверей – это не только возможность найти специальность мечты, но и ближе познакомиться с вузом. Так, школьники со всех уголков Украины съехались на презентацию учебных программ и факультетов Международного гуманитарного университета. Молодые люди пообщались с руководством учреждения высшего образования, а также с профессорско-преподавательским составом. Ознакомились с условиями обучения в одном из ведущих университетов страны. Подробнее о мероприятии в нашем сюжете. День открытых дверей в Международном гуманитарном университете – это прекрасный шанс взглянуть на учебное заведение изнутри, почувствовать себя в процессе и получить информацию к размышлению из первых рук. Выбрать направление профиля обучения всегда непросто. Какой факультет окажется полезней, какая специальность более востребована, в чем ваше призвание и к чему больше лежит душа. Более сотни абитуриентов, которые приехали из всех уголков региона, услышали ответы на эти вопросы. Молодые люди смогли лично задать вопросы не только преподавателям, но и также президенту университета Сергею Кивалову. Международный гуманитарный университет уже стал классическим университетом. Тут все специальности есть. Но этот университет отличается от других высших учебных заведений тем, что он динамично развивается. Но для того, чтобы подготовить хорошо специалистам, нужны хорошие преподаватели, нужны практики, нужны базы практики. И вот у нас все это есть. Рейтинг вуза создают его студенты. Так, Международный гуманитарный университет входит в пятерку лучших частных вузов нашей страны. Министерство образования и науки Украины высоко оценило труд коллектива, поэтому высшее учебное заведение получило государственный заказ на подготовку специалистов. Более того, университет занял первое место среди вузов негосударственной формы собственности по набору студентов на бюджет. Штаб абитуриента заработал, и все желающие могут прийти, получить консультации. Есть уже условия поступления в учебные заведения. Сегодня школьники, их родители могут конкретно определиться уже со специальностью и знать, какие сертификаты внешне независимого оценки им нужны. Хочу особо акцентировать внимание, что в прошлом году мы впервые набрали на бюджет государство в лице Министерства образования и науки Украины, выделило бюджетные места для университета. Учитывая ту роль, которую сегодня наш университет выполняет в обществе, мы готовим реально высокопрофессиональных специалистов. Рынок труда сегодня поражает своей динамикой. Появляются новые профессии, рейтинги потребностей в тех или иных специалистах постоянно меняются. Руководство университета уверено, система образования должна первой реагировать на эти изменения. Именно поэтому ВУЗ постоянно мониторит рынок труда, отслеживает тенденции и соответственно подстраивает под них учебный процесс. Ежегодно в МГУ открываются новые кафедры, факультеты и специальности. Говорим о будущем, то, что мы в этом году открыли. Журналистика востребована. Но не просто журналистика, а международная журналистика. Они сочетаются, эти дисциплины, допустим, он выбрал журналистику и параллельно учится на факультете лингвистики и перевода. И если он параллельно учится, он знает хорошо иностранные языки. Раз он знает хорошо иностранные языки и знает свое дело, то он востребован везде будет. Вот это сочетание некоторых дисциплин позволяет нам говорить о том, что мы выпускаем хороших специалистов. Также в этом учебном году был открыт новый факультет менеджмента отельно-ресторанного дела и туризма. Отмечу, что студенты имеют возможность познавать свою профессию изнутри уже с первого курса. И в этом им помогают приглашенные лекторы практики. К слову, и на встречу с абитуриентами и родителями пригласили бизнес-партнера в МГУ – руководителей отелей и ресторанов, где затем студенты и выпускники будут трудоустроены. Наши специалисты после окончания практически все трудоустроены. Вы знаете, самое важное, чтобы студент не ошибся, чтобы он выбрал ту специальность, от которой он впоследствии будет получать удовлетворение. Ведь важно, чтобы он был хорошим специалистом. Вот смотрите, здесь будущие директора ресторанов, будущие директора и президенты туристических фирм. Таких специалистов готовят именно у нас. Практически каждую неделю у нас гостевые лекции от известных топ-менеджеров, от рестораторов, отельеров, представителей индустрии туризма. Также мы практикуем такую форму занятий, как выездные занятия на предприятии, отельно-ресторанного бизнеса. Также у нас есть уникальная возможность прохождения практик за рубежом. Это международные практики, которые доступны студентам уже с первого курса, лучших курортов Турции, Греции, сегодня ждут наших студентов. Уже много лет МГУ готовит лингвистов и переводчиков. Кроме привычных английского, немецкого, французского, итальянского и испанского языков, студенты изучают также китайский и японский языки. Преподают в университете носители языков из Японии, Китая и Великобритании. Более того, к преподаванию английского языка руководство вуза пригласило директора Лондонской языковой школы, представителя издательского дома «Пирсон» Грэма Джонса. Не стоит на месте и факультет права, экономики и кибербезопасности. С каждым годом IT-профессий становится все больше и больше, и вся эта мощная индустрия нуждается в специалистах, способных обеспечить грамотную юридическую поддержку. «Набір на наш факультет уже сьогодні розпочаток. Ми не чекаємо липня або червня місяця, ми вже сьогодні відкриваємо двері, та у нас вже сьогодні перші школярі складають творчий конкурс, щоб вступити на спеціальність правоохоронна діяльність. Та з майбутнього навчального року для наших абітурієнтів ми пропонуємо вивчення одразу двох іноземних мов. Це англійська стандартна та друга буде на вибір – німецька або французька». Завдання, яке ставить перед собою Міжнародний гуманітарний університет і фактично факультет права економіки та кібербезпеки – це підготувати фахівців, які б смогли адекватно реагувати на ці сучасні виклики. Підготувати фахівців, які вміють користуватися IT-технологіями, які розуміють специфіку сфери інформаційного права, які орієнтується не тільки в національному, але і в міжнародному законодавстві. В ногу со временем також йде і факультет медицины і общественного здоров'я Міжнародного гуманітарного університету. Здесь добавили нові вістребовані спеціальності – обща терапія, медсестрінство, фізіотерапія, ерготерапія, поскольку ощущається острая нехватка цих спеціалістів. Для того, щоб процес обучення був максимально эффективним, администрація вуза создала розвитую кліническу базу. Построили университетську клініку Міжнародного гуманітарного університету. На базі клініки був розвернут Центр противодействия коронавірусу. Це соціальний проєкт. Студенты-медики выступили в качестве волонтерів і таким образом теж приобретали важні практическі навыки роботи. В соответствии с учебной программой, наші студенты, начиная з 2-го курса, можуть практикуватися в различних учебних учреждениях. МГУ гордиться тем, що на базі нашого університету функціонують собственні клініки. Це і стоматологічна клініка, це і университетська поліклініка, то є ті місця, де проходять практику і стоматологі, і медіки. Фармацевти проходять практику на базі лучших аптекі города. По сути, всі спеціальності охвачені практическими кліними, начи з 2-го курса. За год також совершенствовался і факультет іскусства і дизайна, де наряду з музикальним і аудиовізуальним искусством успешно развиваються направлення подготовки естрадно-джазовий вокал і артист-музыкального театра «Мюзикл». Таким образом, университет стал единственним на юге України вузом, де осуществляється подготовка универсальних артистів с владением актерських, вокальних і танцевальних навыков. Преподають там профессіоналі, заслуженні деятели іскусств, среди которых народний артист України Георгий Делиєв. Декан факультета рассказывает, что встреча с молодым поколением прошла очень продуктивно. Дружна семья МГУ рада видеть в своих рядах будущих студентов с горящими глазами. «Сегодня были заданы действительно вопросы, которые были уже направлены на те переживания творческих экзаменов, которые будут через полгода. Но переживаются уже сегодня. Желание перескочить этот период и уже учиться в наших стенах, это очень радует. Очень много было правильных, профессиональных вопросов, связанных с будущим образованием, с будущим обучением. Поэтому сегодняшняя встреча была очень интересной». На день открытых дверей пришли также выпускники девятых классов. Им рассказали о всех преимуществах раннего профессионального образования. Руководство подчеркнуло, что выпускники колледжа сразу становятся студентами третьего курса Международного гуманитарного университета. «Конечно же, это одно из главных преимуществ – это ранняя профориентация, то есть это получение качественно-профессионального образования. То есть школьник, будучи в девятом классе, уже заканчивает, он уже начинает сразу изучать специальность. И, конечно же, также он после окончания колледжа поступает сразу на третий курс, без экзаменов, без сдачи ЗНО, становится сразу студентом третьего курса Международного гуманитарного университета. Колледж имеет огромное количество специальностей, самых актуальных и востребованных на рынке труда. Это право, экономика, компьютерная инженерия, дизайн, психология, фармация, филология, учитель начальных классов английского языка. Филология – это переводчик английского и немецкого языка. Они сразу изучают два иностранных языка. Музыкальное искусство». Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. В итоге абитуриенты остались довольны мероприятием. Каждый узнал то, что хотел. А многие уже сейчас уверены в том, что точно хотят стать студентами Международного гуманитарного университета. «Здесь безумно приятные люди. Мы подходили, мы что-то спрашивали, нам отвечали, всегда объясняли все четко, без каких-либо извинений, нам нет времени поговорить и тому подобное. Поэтому все здесь очень культурно и все просто выглядит солидно». «Именно этого университета то, что он дает, скажем так, большую дорогу в будущее, потому что тут и практика есть, и потом дальнейшее трудоустройство, ну, преимуществ много, и постоянные тренинги, развитие и так далее». «Сразу решила, что я буду поступать в МГУ, потому что по некоторым фактам он меня привлекает. Во-первых, потому что мне нравится состав преподавательский и возможности, которые МГУ дает». Отмечу, что следующий день открытых дверей в Международном гуманитарном университете не за горами. Руководство анонсировало, что у молодых людей, которые по каким-либо причинам не смогли приехать в этот раз, обязательно будет возможность посетить ВУЗ через несколько месяцев. Дни абитуриентов планируется организовать еще как минимум три до активной фазы вступительной кампании. А это значит, что каждый успеет выбрать ту профессию, которая ему по душе и в удовольствие.